приветствую друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей сегодня мы поговорим отвечу на вопрос моему подписчика одного из подписчиков выбор измерительных средств для контроля детали вал ну просили просто выбор средства я решил взять именно вал поехали сегодня выпуске в нашем чего начать подбор измерительного инструмента то есть будет здесь идти речь о том мы будем что вот вы посмотрели на чертеж перед вами лежит чертеж как определиться какой инструмент нам понадобится чтобы изготовить данный чертеж качественно с выполнением всех требований всех допусков и измерить все необходимые нам размеры и параметры какие приборы приспособления выбрать тут как бы в этом разделе мы рассмотрим какие приборы какие приспособления нам необходимо чтобы измерить требования всех этих требований чертежа чтобы измерить линейные размеры чтобы измерить какие-то диаметры чтобы измерить допуске формы и расположение какой процент деталей запускаемой партии измерять это более касается допустим серийного производства или массового производства или там крупно-серийного там где много деталей выпускается если вы разрабатываете технологический процесс какой процент измерения того или иного размера необходимо заложить ну это как бы больше из опыта взята не знаю где это про это почитать но скажу вам вернее покажу вам сегодня какой процент запасы измеряемых деталей необходимо измерить в никакой процент размеров необходимо мерить из партии детали вот такой чертежик берем вот такой чертежик как вы видите это вал вал достаточно точно имеет точные размеры еще начать подбор измерительного инструмента но я не буду уже вдаваться такие подробности какие-то фаски мерить и так далее потому что это как бы понятно хотя есть специальное приспособление для измерения фасок я никогда их не воспринимал серьез считал всегда что это такое но мерить фаски такое дело неблагодарное и нет смысла потому что не особо важный параметр и так первое надо определить самый большой и самый маленький размер для чего это делается то есть каждый измерительный инструмент имеет определенный диапазон измерения то есть примеру с это микрометр он может быть измерять размер от 0 до 25 и 25 до 50 50 до 75 75-100 там и так далее то есть разбежка в измерении примеру микрометром составляет по 25 миллиметров то есть его измерительные губки назвать они расходятся на 25 миллиметров и могут измерять определенный диапазон у колумбика допустим штанги циркуля у него там допустим 0 125 125 250 то есть более такие расширенный диапазон но опять же он есть и поэтому надо смотреть ну допустим этой детали мы смотрим что у нас самый большой размер это габаритный размер а детали то есть 131 миллиметр это совсем не означает что надо брать 131 125 250 допустим да вернее 125 а 0 250 извиняюсь зачем он такой большой габаритный размер в принципе измеряется только там на первых стадиях примеру когда мы проходим фрезерно-центровальную операцию и потом меряем габаритный размер и он не особо такой играет роль и важность большой не имеет поэтому достаточно будет 0 125 потому что все размеры увидите здесь достаточно небольшие то есть ну и дальше мы посмотрим как это все делается 2 найти самый точный размер допуст формы тех требует и так далее тут уже мы должны определиться какой размер у нас наиболее точные то есть посмотреть к примеру вот мы видим что у нас есть размер 12 с точностью 1 сотая 1 сотая то есть для измерения вот этого размера она потребуется измерительный прибор средства с точностью как минимум 1 сотой чтобы измерить а лучше точнее то есть лучше взять допустим с точностью микрон на микронной точностью там различные средства с точностью 2 микрона и с точностью 1 микрон сейчас развитие метрологической так сказать службы очень большими шагами также мы смотрим у нас есть 88 микрон допуст на радиальное биение относительно базы же же это как мы видим ось детали поэтому нам потребуется индикаторная головка как минимум микронная чтобы вот этот параметр измерить насколько мы его точно сделали тоже вы видите есть допуск а форму и цилиндричности который нам говорит о том что нам нужно будет как минимум весь микрометр тоже микронный для того чтобы измерить но можно конечно сейчас и электронный штангенциркуль с точностью до микрон если такие а сейчас когда я только начала карьеру таких не было так что мы еще видим это вот самые точные размеры которые мы видим на чертеже мы видим шероховатость но это уже приспособление не приспособление это профилометр это уже прибор для измерения едем дальше определить фасонная поверхность если есть но фасонным поверхностям этом валу можно сказать что фасонной поверхности это вот эти вот вытачки вот эти две вытачки фасонная а поверхность вот они имеются отдельно выносной элемент вот есть эти вытачки и чтобы их измерить также необходимо специальные средства измерения сейчас мы про них поговорим более детально итак переходим опять же к этому валу здесь немножко почистил потому что нам нужно эти вот фаски и всякие тут такие вытачки технологические они нам не нужны собственно говоря итак какие приборы приспособления выбрать нам пригодится для измерения данной детали штангенциркуль штангенциркуль нам позволит измерять все линейные размеры где-то даже диаметры где-то какие-то проточки где-то какие-то глубины если допустим это касается штангенциркуль и так далее микрометр хотя бы в новых так сказать реалиях микрометр все дальше и дальше отступает и не позволяем нам позволяет штангенциркуль заменяет его примеру цилиндрические поверхности конечно удобнее гораздо мерить штангенциркулем но микрометры ну я все равно пользуюсь и мне нравится и микрометр позволяет более мне более нравится микрометром измерять поверхности допустим которые прямоугольные которые имеют квадратные какие-то формы это позволяет мерить определенной точке если допустим тоже штанга циркуль он мерить губки у него по всей длине то у микрометра у него точки соприкосновения имеют определенные можно выбрать любую точку допустим и померить но это такой специфический прибор и конечно в современных реалиях отходит в задний план индикаторы ч но обычный индикатор с точностью допустим в один микрон в два микрона а можно найти он пригодительным для измерения каких-то вот этих вот отпусков которые радиальное биение и конечно еще понадобится определенные приспособления но об этом далее радиусомер шаблонных вот такие радиусомеры то есть они пригодятся нам для измерения вот этих вот фасонных поверхностей с их помощью мы сможем померить как ранее допустим один радиус 05 есть конечно можно и шаблоны специальные делаются специально для этой канавки то есть вы будете видеть прилегание это все делается то есть посмотрите вот штанга циркуль позволяет нам абсолютно все линейные размеры вы допустим померить да это 4 5 17 15 на 6 19 29 18 22 размер померишь полночного паза да может даже померить этот диаметр освоить какой точностью у вас имеется штанга циркуль может быть вас микрон и соточные с ценой деления 1 10 но это уже как говорится в наших реалиях все что хочешь может быть вот эти точные поверхности допустим диаметр берем 12 до я бы поверил микрометром микрометр конечно не такого с индикаторным с электронной вернее индикации хотя можно и штанга циркулем замеряем но чтоб помериться недричность допустим это мы вот примеру мы имеем вал мы меряем в одной точке и померяем допустим по 90 градусов в другой точке и вот эта разница получается допуск цилиндричности то есть мы померили пример в одной точке получилось допустим 12 минус 2 микрона а вот перпендикулярно взяли получилось минус 4 микрона значит у нас цилиндричность 2 2 микрона вот так вот дальше мы допустим чтобы измерить дальше линейный размер не смысл это все понятно чтобы измерить радиальное биение вот это 8 микрон необходимо вал как мы видим здесь центровочные отверстия есть мы устанавливаем вал в центра в центра устанавливаем берем штатив ставим сверху индикаторную головку даем небольшой натяг этот натяг допустим то ну примеру там миллиметр даем натяг и начинаем вращать вал и вот выставляем на 0 индикатор обязательно выставляем но можно мне 0 из практики делают допустим просто засекают где начинается измерение на какой рассказать единицы там или как там или на двойке на тройке то есть 10 20 то разницы нет но обычно лучше было удобно ставим на ноль и вращая вал обычно вот где начало мы помещаем мелком и вращаем смотрим на отклонение индикатора то есть допустим в плюс идет допустим 2 микрона и в минус 6 микрон и обязательно там где вы меликом отметили когда доходите до этого вместо индикатор должен вернуться в ноль потому что вы снули начали в ноль должен вернуться то что получилось его отклонение в минус и в плюс вы их суммируете и это получается радиальное биение данного мало ну данной поверхности которую вы измеряете здесь допустим мы видим что здесь раз два три четыре поверхности заложено вот каждую поверхность отдельно так надо измерять если вы прокрутили вал и индикатор не вернулся в ноль значит измерение проведено неверно и в процессе измерения индикатор был либо плохо зафиксировали бывал плохо зафиксирован и он сместился то есть надо переменять это очень важно также мы видим здесь 8 это резьба резьба это у нас обычно резьбовые кольца применяют она просто есть которая проходной она наворачивается на резьбу если она до конца наворачивается и назад выворачивается значит резьба по этому кольцу нормально есть непроходное кольцо она на полтора витка на полтора два витка должно завернуться и дальше не идти если непроходное кольцо заворачивается дальше то резьба прославлена если проходное кольцо не заворачивается значит резьба полная или тугая, как говорят, и необходимо ее либо калибровать, либо если прослаблено, то, к сожалению, уже все. Как мы видим, шероховатости, для этого ставим вал, профилометр, делаем передвижение профилометром, иголка его измеряет, тут все более-менее понятно. Теперь переходим дальше. Какой процент деталей запускаемой партии измерять? Тоже вопрос интересный, спорный вопрос. Многие считают, надо больше мерить, кто-то считает, надо меньше. В условиях производства это, конечно, абсолютно разные величины. Смотрим. Ну, я вот такой процент, я не знаю, можете со мной поспорить, пишите в комментариях, может кто-то знает лучше, кто-то может введет какую-то литературу, где-то можно прочитать. Ну, вот так я говорю из практики, как это делается на самом деле. Линейные размеры 10-15 процентов. Вполне достаточно, то есть для нормального измерения, ну, я считаю, что это так. Точные посадочные размеры, может быть под какие-то сопрягаемые детали, под что-то, которые точные размеры, 60-70 процентов меряясь надо. То есть, ну, естественно, после каждой замены инструмент обязательный замер всех размеров, после каждой переналадки обязательный замер и так далее. Размеры под подшипник 100 процентов измеряются, потому что должны быть особо точные размеры, потому что если будут какие-то отклонения, то это неминуемо приведет к разрушению. Подшипник очень чувствителен ко всяким вот этим вибрациям и натягам, перетягам и так далее. Допуске формы расположения от 15 до 100. Чем точнее, я считаю, допуск заложен конструктором, тем чаще его надо мерить. Если он заложен, допустим, там биелья заложено там две десятки, то можно мерить 15 процентов. Если биелья, как здесь в нашем валу заложено 8 микрон, то надо мерить, скорее всего, 100 процентов, потому что это везде какие-то посадочные идут и где-то в отшипнике, где-то идут какие-то шестеренки. Надо мерить 100 процентов. Габаритные размеры мерятся в 3-5 процентах. Габариты обычно нас, ну, столько-поскольку не интересуют, обычно имеют делаться по 10-12 квалитету, то и 14-му. То есть они, говорится, плюс-минус, как говорят на производстве километра. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, делитесь в социальных сетях. А я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам хорошего. Пока-пока.